Борцы обычно люди сдержанные, но теперь эмоции, которые бьют через край, можно не прятать за строгой невозмутимостью. Позади напряженный подготовительный сезон и плотный график соревнований. И вот предмет для долгих разговоров. Кажется, обсуждать его готовы бесконечно. Настраивались только на победу. Если бы изначально мне сказали, что вас устраивает серебро или бронзы, для кого-то, может, это очень серьезный результат. Да, и для нас это тоже очень серьезный результат. Но мы настраивались только на одну медаль. Комплект медалей вольника Дмитрия Чакусты как ступени к Олимпийскому пьедесталу. Сначала бронзе чемпионата мира, затем европейское серебро и, наконец, серебряная награда юношеских Олимпийских игр. Впрочем, дело не только в медалях и званиях. Это пример того, что миссия все-таки выполнима. Тот задел, который вы сейчас сделали, я думаю, сработает на будущее. На будущее, потому что еще впереди у тебя, будем говорить, 6 лет. От того, как вы спланируете свою работу в будущем, как она пойдет, зависит результат. А ведь мало кто знает, что Дмитрий Чакусты родом из Гагаузии. В Приднестровье он всего пару лет. Приехал с акцентом на высшие достижения. Именно в Терраспольской школе борьбы и бокса узрел шанс выйти на новый уровень. Здесь освоил главный прием – побороть себя. В Нанкине нашему борцу даже коронные приемы не понадобились. Говорит, все, что применял к соперникам – импровизация. Выходит, и олимпийское серебро – чистый экспромт. Для спортсмена, для школы и для тренеров, которые в нем реализовали свои олимпийские амбиции. 12 лет назад я сам был призером Чемпионата Европы. Именно в этой весовой категории, что немаловажно. И сам сейчас выхожу с ним в спарринги, борюсь с тем, что показываю ему те моменты, которые у меня хорошо получались, и у него они сейчас получаются. Поэтому я считаю, что это сыграло очень большую роль, что я боролся именно в этой весовой категории. За тем, как светились новые спортивные звезды, в Олимпийском Нанкине следил весь мир. 57 медалей в общей копилке и второе итоговое место у российской сборной. В этой команде свой шанс не упустил Владислав Олейников. В Дубосарской школе гребли всегда возлагали на него большие надежды. Не перестали верить и когда в Москву переехал. Бронзу байдарочника, завоеванную в одиночной олимпийской гонке, здесь считают отчасти своей. Для школы это самый впечатляющий результат за последние 20 лет. У нас растет и смена, и есть постарше Влада. И в ближайшие годы мы надеемся, что наши дети оправдают надежды. Дети растут на твоих глазах, превращаются в мужчин. И как минимум добиваются в жизни хотя бы поставленных целей, а как максимум высокого результата. И видеть это все, это очень приятно. Я не могу это выразить словами. Я тебя снимаю, помеши ручкой. Да, ладно, ладно. Как и на главной олимпиаде, победить эмоции – задача номер один. И хоть соревнуются там по-взрослому, часто результаты воспринимают как дети. Глава национальной сборной Евгений Коробецкий признается, тут сложнее всего справиться с возрастом. А в постолимпийский период и вовсе время осторожничать. Я им даю втянуться, возможность расплаваться. Даже могу поспорить в некоторых заданиях с ними, прислушаться к ним последнюю неделю. А дальше тренировки на износ по два раза в день. Татьяне Персневой это знакомо до боли в мышцах. Именно так она готовилась к олимпиаде в Китае. Сил девушка не жалеет, ведь это больше не повторится. Такой шанс дается лишь раз в жизни. Жили в деревне, было очень много спортсменов из разных стран, из разных видов, не только пловцов. Познакомились со многими, ходили на соревнования, не только по плаванию. Ходили на борьбу, смотрели на наших борцов, на греблю ходили. И гимнастика тоже очень понравилась. У пловцов есть такое понятие – поймать волну. Говорят, это когда на тренировке или на соревнованиях словно переходишь в другое измерение. Что на самом деле происходило там, в воде, во время заплыва на спине на 200 метров, теперь не скажет ни спортсменка, ни ее тренер. Но итог однозначный. Персневой не хватило всего двух десятых до финала. Очень неплохо. На прошлых олимпийских играх ее результат бы равнялся финалам. Я на это и рассчитывал. Но плотность результатов и заявленные результаты девочек, она туда попала 19-е в рейтинге на тех соревнованиях. 19-е. То, что ей удалось стать 10-й. И, конечно, очень обидно, две десятых, которые не хватило нам для финала. Это было чуть-чуть обидно, но оно не уменьшает ее достижения, конечно. Даже Евгения Александровна Танисенко у нас была на прошлом году. В прошлой олимпиаде 13-е, лучшая из пловцов. Участие сразу на трех олимпийских дистанциях 50, 100 и 200 метров для молодой спортсменки уже большое достижение. Пловчиха с улыбкой замечает – невысокий результат не значит финиш. У меня все только начинается. Я начинаю готовиться к олимпийским играм, которые пройдут в 2016-м в Рио-де-Жанейро. И сейчас будем идти к этому. Можно завершить олимпиаду, но в себе олимпийское движение уже не остановить. Кажется, как и все участники юношеских игр, Татьяна Перснева заразилась общей идеей попасть на Большую Олимпиаду. И сейчас так важно, чтобы в нее и других молодых спортсменов снова поверили. Юлия Саракопут, Мария Ливыкина, Точка отчета.